Полный доступ к государственным системам образования, здравоохранения, соцобеспечения, а также возможность трудоустройства и ведения бизнеса на равных условиях с гражданами страны. Все это уже сейчас действует в отношении украинцев в Польше. Соответствующий закон СИИМ принял еще 12 марта. Спустя 4 месяца президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о гарантиях для граждан Польши в Украине. Принять такой же закон в Украине. Пусть будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться. Но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение. И хочу, чтобы это было элементом нашей новой политики соседства. Мы должны решить споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений со всеми уважающими нас соседями Украины, которые не являются оккупантами нашего государства. Кроме установления правовых и социальных гарантий для граждан, страны также активно продвигают политику сотрудничества без границ. Уже внедряется механизм совместного украинско-польского таможенного контроля, а также упрощен порядок въезда для физических лиц. Такое тесное партнерство в России преподносится не иначе, как аншлюз Украины-Польшей. По словам экспертов, цель подобных заявлений – расколоть союз двух стран. На людей с конспирологическим мышлением, на тех, кто еще живет какими-то прошлыми обидами. Вот именно на них и направлена российская пропаганда. Но на сегодняшний день она никакого результата не имеет, потому что есть реалии войны. Люди видят своими глазами, кто враг, кто угрожает и убивает. Это Россия. Враг сейчас один и для украинцев, и для поляков. Это Россия. Кроме того, разве логично передавать стране, часть которой планируется захватить, одну шестую своего оборонного бюджета? А именно столько – 1,8 миллиарда долларов уже передала Украине Польша. Причем это не конечный показатель. Буквально в этот вторник по результатам визита в Киев польского министра обороны была согласована передача очередной партии «Гаубицкраб», а также рассмотрена возможность подготовки украинских военных. Мы также говорили с Алексеем Резниковым о возможности обучения украинских военных в Польше. Саперов можно подготавливать. Мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их необходимо убрать. Мы готовы обучать украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории. Мариуш Блащак, вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши, в комментарии национальному радиовещанию Польши. С начала полномасштабного военного вторжения России Польша стала главным хабом по передаче вооружений Украине. Также страна приняла более 3,5 миллионов беженцев, из которых как минимум миллион и 200 тысяч до сих пор остаются в Польше. Данила Кобза, специально для информационного телемарафона Freedom, телеканала UA.